Это видео будет о Кольском полуострове. Я когда-то раньше делал это видео, и по независимым от меня причинам мне пришлось его удалить. И вот я решил его переделать и перезагрузить. Ну, добавить, конечно, дополнить. Почему именно Кольский полуостров? Дело в том, что еще в начале советских времен там активно проводили два таких одиозных личности, таких как Барченко и Баки. И оба были расстреляны, если мне память не изменяет. И, как говорится, нет дыма без огня. Они активно там проводили свои исследования. Почему именно там? Казалось бы, страна совета очень большая. Но они почему-то именно проводили исследования на Кольском полуострове. И там допрашивали местных шаманов, проводили различные исследования, о которых на данном моменте мало что известно. Но в любом случае там что-то есть. Что бы там кто ни говорил. Конечно, из приведенной фотографии очень много будет это природное. Очень много будет это, ну, обычных людей рук дело. Но все-таки какая-то там мистика на этом Кольском полуострове есть. Так как два советских исследователя, Баки и Барченко, проводили там активные исследования. И оба были расстреляны. В 30... ну, примерно там в 37-м году я точно не помню. Из того, что там будет показано, конечно, будут как будто какие-то древние каменоломни. Как будто какие-то древние ступеньки, ведущие в никуда. Какие-то древние сооружения. И как будто это... Субтитры создавал DimaTorzok Все должны проверять ученые, археологи, геологи. Действительно ли это искусственное или это природное образование, которому многие миллионы... На Кольском полуострове, насколько я знаю, есть самая глубокая скважина, примерно 12 с чем-то километров. Точно по памяти не помню точное число. Ну, тоже какая-то мистика. Там рассказывали, как они ее бурили, что там добурили до определенной глубины. И вот как будто бур срезало словно алмазом. Ну, я цитирую дословно слова этих бурильщиков. Потом якобы там какие-то звуки доносились из той шахты. Ну, это, конечно, больше из фантазии. Ну, может, конечно, и были какие-то звуки каких-то вырывающихся газов. Но в любом случае бурение было очень сложное. Они добурились до определенной глубины и бросили это бурение, так как Советский Союз развалился. Но все-таки, конечно, очень сложное это было бурение. Единственная скважина, которая на глубину больше 12 километров. Нет нигде в мире таких глубоких скважин. И бурение проводилось с большими сложностями, что там, по крайней мере, ну, цитировали, что как будто вот алмазом срезало бур. И они оставались без коронки бура. Им приходилось там заново все это доставать, перебуривать, как-то уходить в сторону. Ну, цитирую дословно этих бурильщиков. Так что были там большие проблемы. Кольский остров Как бы там ни было, очень загадочный. Насколько я знаю, там, если мне память не изменяет, по-моему, в Кандалакша, такой район, там несколько раз падали, по крайней мере, по словам очевидцев НЛО. Даже есть фотографии, что там был обнаружен кусочек чистого танкстен. Танкстен, это, по-моему, вольфрам. Ну, вот такой вот приблизительно был обнаружен кусочек гигантский вольфрама. Якобы это обшивка тарелки. Якобы на земле нет нигде такого огромного куска чистого вольфрама. И там проводили исследования этого вольфрама и обнаружили, что он фактически чистый. И только там ноль какой-то там сотая или десятая процента, или сотая, по-моему, процента. Это талурит палладия, а все остальное это чистый вольфрам. И якобы на земле нигде такого чистого вольфрама нет. Ни в одной лаборатории, ни в одном... Ну, трудно будет. И он якобы строит бешеных денег, огромнейших денег. Вот именно такой вот кусочек абсолютно чистого вольфрама без примеси, якобы там сотая часть талурита палладия, стоит бешеных денег. Все это официально, это не то, что там мои слова. Это официально, научно задокументировано, запротоколировано. И есть у меня видео об этом отдельное. То есть никто не скажет, что это выдумки, что такого быть не может, потому что быть не может. То есть это факты из всех фактов. Что там якобы в Кандалакше упало в 60-каком-то году НЛО. И оно было разрушено при взрыве. И вот один человек нашел абсолютно чистый кусок чистого вольфрама. Вот такого приблизительного размера. Я покажу его фотографии. Всем советую посмотреть это видео о Кольском полуострове, о его природных образованиях, о его различных сейды, там различные древние мегалитические, ну не то, что мегалитические, древние сооружения времен неолита и палеолита древних людей. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok